Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. Проблемы жилищно-коммунальной сферы вполне закономерно являются предметом пристального внимания граждан, потому что именно в этой сфере находится все то, что непосредственно влияет на жизненный комфорт. Сегодня у нас в студии прямого эфира заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Александр Усков и Александр Гусаков, начальник управления Мособл-ЕРИЦ по Ленинскому округу, с которыми мы обсудим ряд животрепещущих вопросов. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я думаю, прежде чем мы приступим непосредственно к нашей сегодняшней основной теме обсуждения, мы, наверное, посмотрим один небольшой сюжет, который буквально вчера сняли мои коллеги, и там описана как раз одна из проблем, видимо, которую мы сегодня и будем обсуждать. Прошу. В ВИДНОВСКОМ отделении МОСОБЛЬЕРТС такие очереди теперь это норма. Люди возмущены, они намерены разобраться, почему организация теперь в платежках хочет снять с них дополнительные деньги. Объем электроэнергии, общедомовых расходов в январе был одна сумма, один объем киловатт, на 33% в феврале больше. То же самое по отоплению. По телевизору мы слышим, что зима теплая и будет снижение расходов по отоплению. Ничего подобного нет. Увеличение. Несколько лет назад жители тогда еще Ленинского района стали получать две коммунальные квитанции. Одну от управляющей компании, там указаны все основные услуги, вторую от МОСОБЛЬЕРТС. В ней прописана оплата за капитальный ремонт многоквартирных домов и за вывоз твердых ботовых отходов. Долго люди не могли разобраться, почему теперь жировки две, но с горем пополам процесс был отлажен. Правда, до недавних пор, пока ситуация окончательно не запуталась. Я каждый месяц хожу, второй уже год. Когда это будет предел? Когда это будет предел? Предел и когда вы наведете порядок здесь? Мы вас все просим. Пенсионеры ходят. Вот я сейчас пошла. Я не поняла. Я так и не поняла, за что я сейчас буду платить 8 щепки. Я вчера была, вчера отфутболили, сказали, что если не оплатите все, вот то, что как по кветочку пришло, на меня еще штраф наложат. Сегодня я пришла с тем, что пусть мне дадут детализацию, куда я пойду. Выше, значит, остается идти. А все от того, что МОЗ «Облъерц» плохо информировал жителей Ленинского городского округа о нововведениях. С февраля этого года жители домов, которые обслуживает муниципальная управляющая компания, за все коммунальные услуги будут платить по единому платежному документу. Одна единственная квитанция будет приходить от МОЗ «Облъерц». Организация заключила договор с МУК УК ЖКХ. Только вот большая часть населения не в курсе этих новаторств и уже оплатила услуги по двум платежкам. Те люди, которые оплатили еще по старому документу в МУК, данные денежные средства будут перечислены в наш адрес и зачислены на лицевые счета за февраль жителям. Этот информобмен на сегодняшний день уже организован. Мы ждем от МУПа реестр, так называемый безденежный, для того, чтобы зачесть людям на лицевые счета. В случае, если вы уже оплатили квитанцию из МУПа, жировку за февраль из МОЗ «Облъерц» оплачивать не надо. По словам руководителя Подольского управления организации, никаких пеней за это гражданам начисляться не будет. Но задвоенные платежки – это не единственная проблема в связи с переходом на единый платежный документ. Некоторые люди возмущены увеличением стоимости за коммунальные услуги. Говорят, до этого платили примерно одинаково одну сумму, а в феврале сумма гораздо больше. По мнению граждан, в МОЗ «Облъерц» не учли показания счетчиков. Платила в прошлом месяце, я платила 2 900, а сегодня они мне выставляют сумму 4 800. Платежка отличается из-за того, что в новом биллинге, который у нас, нет истории показаний. Все люди, которые сейчас передают показания, мы их оперативно принимаем. И большая просьба людей, чтобы они передали показания. Для того, чтобы мы могли на показания людей счетчиков воды, электроэнергии, счетчиков газа, сделать корректировку. Опять же, они в следующей платежке увидят корректное начисление по своему прибору учета. Представители МОЗ «Облъерц» обещают наладить процесс, который изначально был призван облегчить жизнь населению. Ведь один платежный документ – это гораздо удобнее. В региональной организации уверены, уже в следующем месяце квитанции придут правильные, если люди будут сдавать показания счетчиков вовремя. Есть на платежке два телефона, указанных – это контактный центр, который работает с 8 до 22 часов и принимает показания. То есть можно позвонить, назвать свой лицевой счет новый, который указан в платежном документе, соответственно, передать показания. Также можно передать показания через личный кабинет МОЗ «Облъерц» и есть личный кабинет «Мой МОЗ «Энергосбыт» в мобильном приложении. В нем также можно зарегистрировать лицевой счет и передать там показания. Соответственно, остался старый сервис, который был у МУПа, опустить показания, отрываемый талончик, опустить в почтовый ящик. Но одна проблема все еще остается в повисшем состоянии – количество окон в видновском офисе МОЗ «Облъерц». По мнению жителей, его надо расширять или открывать еще одно отделение. Операторы не справляются с потоком людей, чтобы иметь возможность уделять должное внимание каждому жителю округа. Юлия Погосян, Александр Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Что ж, довольно эмоциональный сюжет. Но если внимательно его посмотреть, знаете, я обратил внимание, что половина, наверное, большая часть – «я не понял почему», «я не понял зачем», «я не понял как», «я не понял что». То есть, основной лейтмотив всех людей – «я не понимаю», «я не понял». Александр Владимирович у нас попытался в сюжете ответить на несколько вопросов. Но я думаю, что, наверное, прежде всего, чтобы перейти, может быть, конкретно к тому, о чем был сюжет, нам стоит перейти к самому началу. То есть, к этому, можно сказать, символичному камню преткновения. То есть, единый платежный документ. Наверное, вопрос вам, Александр Евгеньевич, что это такое? Да, еще раз добрый вечер, уважаемые жители. Действительно, ваши вопросы очень актуальны. И мы постараемся сегодня ответить на большинство из них с тем, чтобы у вас было понимание. И мы, конечно же, продолжим эту разъяснительную работу для того, чтобы понять, для чего это, что это такое. Я хотел бы первым своим ответом жителям сказать, что же такое ЕПД – единый платежный документ. Единый платежный документ. Это квитанция. И я вот специально принес увеличенного формата для того, чтобы жители видели это на экране. Так это квитанция, где отражены счета за услуги разных организаций сферы ЖКХ, фонда капитального ремонта Московской области и поставщиков ресурсов и услуг. Так вот, коллеги, если мы говорим, а почему именно такой документ сейчас получают наши жители? Этот документ утвержден постановлением правительства Московской области номер 679-30 в 2016 году. На протяжении последних двух лет, в частности, абоненты нашей муниципальной управляющей компании получали практически аналогичный документ, в который сегодня добавлено еще несколько строк, о которых мы скажем чуть ниже. Наверное, жители зададут следующий вопрос, а какова вообще цель выпуска этого единого платежного документа? Безусловно, коллеги, сегодня платежная дисциплина и жителей, и отдельных управляющих компаний нерадивых страдают. Мы имеем сегодня крупную дебиторскую задолженность населения за услуги ЖКХ. Мы также анализируем, видим и работаем, и нам это удается, снизить задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Так вот, цель выпуска единого платежного документа – это собрать все жилищные коммунальные услуги. Первое – в едином платежном документе. Это вот то, о чем я вам сказал и показал. Второе – это, конечно же, удобство для жителей получения одной единой квитанции, чтобы вы уже не отвлекались на квитанцию фонда капитального ремонта, соответственно, там, где также вы видите услугу за вывоз твердых коммунальных отходов. И, конечно же, это дисциплинирование потребителей, прежде всего, жилищно-коммунальных услуг в исполнении жилищного законодательства. То есть, в обязательствах оплачивать эти жилищно-коммунальные услуги. Наверное, стоит отметить, при том, что почти 30 тысяч абонентов нашей муниципальной управляющей компании с 1 февраля перешли на оплату через МОСОБЛЬЕРЦ, мы хотели бы сказать, каков же принцип работы данной организации. Это, безусловно, самое важное гарантии перечисления собранных средств ресурсоснабжающим организациям и организациям, оказывающим эти услуги. Правильно ли я понимаю, Александр Евгеньевич, до этого была, скажем так, прокладка между жителями и ресурсоснабжающими компаниями в виде управляющих компаний. То есть, деньги в компанию приходили, а дальше компания затыкала, образно говоря, свои дыры, которые у нее есть, а дальше деньги уже и, соответственно, возникают вакууми. Я бы не сказал так про наш МУП, но есть компании, которые действительно могут это делать, и иногда мы видим, что они делают. Так вот, есть у нас в Российской Федерации постановление правительства Российской Федерации, номер 253, согласно которому не позднее следующего дня после получения собранных средств от жителей, управляющая компания обязана их перечислить ресурсоснабжающей организации. И есть также оговорка, но не реже одного раза в пять дней, если сумма собранных средств не превышает или не доходит до определенного размера. Когда мы анализируем на штабах, которые мы проводим в часах ЖКХ каждую неделю, мы анализируем каждую управляющую компанию, и мы видим, кто западает, так скажем, по-русски. И вот тогда мы принимаем меры вместе и с МОСОБЛЬЕРЦ, и с нашими органами управления внутренних дел. К данным компаниям мы работаем с Министерством энергетики, прежде всего для того, чтобы нам за счет собранных средств, прежде всего обеспечить работу ресурсоснабжающих организаций Ленинского городского округа, и, соответственно, наши ресурсники могли бы расплатиться с ресурсоснабжающими организациями Московской области. Какими? МОСЭНЕРГОСБЫТ, МОСОБЛГАЗ, МОСВОДОКАНАЛ, ГАЗПРОММИЖРЕГИОНГАЗ. Вот цель и принципы выпуска единого платежного документа. Хотелось бы сказать сразу, какие же виды жилищно-коммунальных услуг и взносов отражены в этой квитанции. Что нового? Прежде всего, это, как обычно, оплата за водоснабжение, канализование, за отопление. Туда же входят услуги по содержанию и текущему ремонту наших жилых помещений. И добавлены некоторые строки, а их может быть три. Это оплата электроэнергии для тех людей, которые не пользуются личными кабинетами. Это оплата услуги вывоз твердых коммунальных отходов. И это взнос на капитальный ремонт. То, что раньше люди получали в других квитанциях. Также от МОЗ облы ЕРЦ. Скажите, а как я понимаю, документ все равно приобрел другую форму? То есть люди привыкли, образно говоря, к одному. Здесь у них пришла совершенно другая бумага. Возникает резонный вопрос. Как ее читать? Наверное, стоит тоже это объяснить. Совершенно правильный вопрос. Я думаю, что Александр Владимирович на этот вопрос ответит, как профессионал. И еще раз продемонстрирует нам это ЕПД, чтобы жители могли еще более точно понять, что же в нем содержится. Добрый вечер, уважаемые жители. Данный документ. Вот он-то представлен. Еще раз покажу. Данный документ содержит 11 срок. Суть документа, если люди получали с услугами от МОЗ облы РЦ, с ВКР. Чтобы было виднее, оператору покажу, а вы будете рассказывать. Единый платежный документ содержит 11 строк. Из них объем потребленных ресурсов, тариф, то есть стоимость услуги, начисление по услугам, размер повышающего коэффициента, размер превышения платы повышающего коэффициента, информация о перерасчетах, суммы долга переплаты указываются в личном платежном документе. Сумма оплаты, поступившей за расчетный период, итоговая сумма начислений, информация по начислению пении и итоговая сумма к оплате. То есть, по сути дела, все написано максимально доступно, максимально понятно или все-таки за прошедшее время возникают у людей какие-то вопросы, какие-то непонятные? За прошедшее время возникал вопрос, что данный документ отличается субсидию неуказываемым, как раньше указывала управляющая компания. Так как это первый платежный документ, далее внизу в тексте будет указан размер выплаты социальной. Соответственно, у нас налажен информобмен с социальной защитой. Это все будет предоставляться. То есть, сейчас ее нету и она появится? В связи с тем, что этот документ был первый выпущен, соответственно, информации пока не было по оплате. После того, как поступать будет оплата, этот информобмен налаженный, соответственно, она будет указана в тексте. Я бы здесь еще хотел добавить, Александр Владимирович, о чем вы не сказали. Это подписанное соглашение между МОСОБРЦ и администрацией Ленинского городского округа как раз о включении вот этой услуги по указанию льгот в едином платежном документе. Я, Александр Владимирович, совершенно прав. В следующем платежном документе за март мы уже эту графу с вами введем. Чтобы жители увидели те льготы, о которых они сегодня говорят. Это будет не графа, это будет текстом. Внизу, после всей таблички, то есть будет написано текстом. Потому что, действительно, даже нам в посте в социальных сетях один из вопросов, как раз именно так и звучал, вот Эмилия Иванова задала, что в старых квитанциях было видно меры социальной поддержки, в новой льготах не сказано. Вот, это, видимо, как раз ответ на этот вопрос. Хорошо, а дата выставления единого платежного документа, то есть он как-то разнится с тем, что был? Потому что в этот раз, насколько я знаю, даты были разные. Да, дата выставления платежного документа разнится в связи с тем, что ранее управляющая компания выставляла авансом. На сегодняшний день мы будем выставлять факт в соответствии с законодательством. То есть люди будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по факту. Это будет 25 число текущего месяца. Соответственно, житель будет получать, как написано в законодательстве, до 1 числа платежный документ. И оплачивать его нужно будет до 10 числа месяца следующего за расчет. Я бы хотел обратить внимание, что мы по согласованию с МОСОБДЕЖЦ договорились, с учетом того, что первый платежный документ пришел приблизительно жителям 29, 1, 2 марта, 29 февраля я имею в виду, мы договорились, что срок оплаты мы продлеваем до 15 марта. Это будет касаться только этого первого платежного документа. Далее срок оплаты будет, как и прежде, до 10 числа. Если у людей возникают вопросы, каким образом они могут выяснить то, что у них возникает? Потому что, как мы увидели, все пришли с копом, и не хватило ни мест, ни работников, и образовались большие очереди. На самом деле, как я понимаю, информационная поддержка тоже довольно внушительная, просто люди, может быть, не совсем владеют информацией. Ну, мы уже давали пресс-релизы, да, и в газету давали пресс-релизы «Видновские вести». И я, кстати, захватил эту газету. Размещай, размещай. Вот эта газета, номер ее 13. Число, я считаю, оно счастливое, несмотря на цифру. Так вот здесь, коллеги, я продемонстрирую вам на странице номер 5. Вот, в нижней части, это информационные сообщения для жителей городского округа. А я замечу, что тираж данной газеты почти 50 тысяч экземпляров. И практически уверен, что многие абоненты нашей муниципальной компании получили эту газету. Поэтому здесь подробные разъяснения, также разъяснения выложены у нас на сайте администрации. И в каждый ящик этих 29 тысяч абонентов мы выложили информацию в виде объявления. И более того, более чем в 1300 подъездах на информационных счетах была размещена информация МОСОБЛРЦ о переходе на данную систему оплаты. Как платить, где открыть личный кабинет, ну и так далее, и так далее. Мы сейчас тоже, наверное, проговорим про эти моменты. Хорошо. Еще немаловажный вопрос, который, опять же, задавались и задаются очень многие жители. Это вопрос, как собирать информацию для единого платежного документа. Как я понимаю, то есть, видимо, показания счетчиков. По индивидуальным приборам учета, наверное, вопрос. Да, да, да. Я готов еще раз прокомментировать. Да, так как вчера комментировал сюжет, готов сегодня прокомментировать еще раз. МОСОБЛРЦ предоставляет возможность как исторические сервисы, которые были в управляющей компании, так и ряд дистанционных сервисов для жителей городского округа. То есть, на сегодняшний день есть возможность от единого платежного документа оторвать верхний квиточек. Да, опустить его можно в почтовый ящик, который размещен в подъезде. Да, это исторически то, что предоставляла управляющая компания. Эти показания будут изыматься из этих ящиков, да, управляющая компания передаваться нам. Также на сегодняшний день существует контактный центр, который работает с 8 утра до 22 вечера, да, и принимает показания жителей. Существует два телефона многоканальных, по которым житель может позвонить. Вот они, эти телефоны. Соответственно, передать показания можно с 14 по 19 число текущего месяца. Да, дальше, да, то есть для более молодых людей, да, существует... Продвинутых. Да, продвинутых, которые умеют использовать, да, там, современные технологии. Существуют личные кабинеты, да, существует личный кабинет, как на сайте МОСУБОЛ и ИРЦ, существует мобильное приложение МОСУБОЛ и ИРЦ, существует мобильное приложение МОСУБОЛ и ИРЦ, в котором также можно зарегистрировать этот лицевой счет, передавать все показания, оплачивать без процентов жилищно-коммунальные услуги. Давайте поговорим еще об одной важной вещи, вот мы сейчас ее вскользь упомянули, да, потому что, как бы, почему-то действительно считается, что вот люди, которые пользуются интернетом, они продвинутые, хотя на самом деле, да, в наш век уже, по-моему, процентов 90, даже пожилые люди, вот мы знаем, что у активного долголетия даже есть ветка такая, где люди изучают и компьютерную грамотность, и смартфоны, и планшеты, поэтому я думаю, что многим будет интересна тема личного кабинета, то есть интерактивного личного кабинета, через который, собственно, и можно работать, можно, как я понимаю, и отправлять данные. Давайте вот о нем поговорим немножко, то есть что он из себя представляет. Личный кабинет предоставляет весь спектр услуг, которые можно получить, да, в офисе, то же самое, и в личном кабинете, начиная от передачи показаний, там же можно написать и обращение, там в этом личном кабинете видно всех ресурсников, за которых ты платишь, да, по единоплатежному документу, соответственно, ты видишь все свои оплаты, произведенные за период, да, то есть, ну... Ну, как я понимаю, еще и извещение, оповещение, если вдруг какая-то ошибка или какой-то сбой в системе, то... Вообще личные кабинеты созданы для того, чтобы, ну, сберечь наш лес, да, соответственно, не печатать платежный документ, да, там есть возможность поставить галочку, да, и отказаться от распечатывания, да, данного документа, и работать... То есть еще и Грета Тунберг, наверное, тоже была бы счастлива, что есть такая вещь, как личные кабинеты, хорошо? Я хотел бы, знаете, здесь подчеркнуть один очень важный вопрос, который я услышал в репортаже, который мы с вами смотрели в начале нашего эфира. Люди задавали вопрос о том, что якобы в их личном кабинете в управляющей компании тоже есть начисление, и они произвели ряд оплат. Вот это очень тонкий момент, который мы могли сейчас прокомментировать. Жители должны обратить внимание на то, что у них ранее были личные кабинеты в управляющей компании. Сегодня лицевой счет, который указан в квитанции МОСОБЛ ЕРЦ, он другой. Поэтому у жителей первые два вопроса. Какой лицевой у меня счет? Итак, коллеги, у вас лицевой счет, единственный, который остается, это лицевой счет МОСОБЛ ЕРЦ. Это для тех, кто пользуется услугами муниципальной управляющей компании ЖКХ. Что касается личных кабинетов в нашей управляющей компании. Действительно, там, во-первых, они другие, и в них были начисления по февраль. Сегодня мы провели эту работу с нашим МОСОБЛ ЕРЦ. Значит, мы закрываем эти личные кабинеты с тем, чтобы у людей не было путаницы. То, о чем Александр Владимирович сказал, все, что люди оплатили сейчас, не дождавшись квитанции МОСОБЛ ЕРЦ до 1 марта, все эти ваши оплаты будут учтены в квитанции за март. И вот сегодня люди-то спрашивают, а я оплатил, почему такая опять большая квитанция за февраль? Значит, уважаемые жители, то, что вы произвели как добропорядочные плательщики этих коммунальных услуг, вам спасибо. Ваш платеж, еще раз говорю, будет учтен в квитанции, которую вы получите до 25 марта. В ней будет учтен ваш платеж, который вы произвели в феврале. Сегодня квитанцию, которую вы получили от МОСОБЛ ЕРЦ, вы должны оплатить. Как бы ни казалось, она вам крупной по размеру. Еще раз мы говорим о том, что она увеличена лишь за счет того, что в нее включены 2 или 3 строки. Это взнос на капитальный ремонт, это оплата услуги за вывоз твердых коммунальных отходов. И те, кто не пользовался личным кабинетом, это электроэнергия. Вопрос, опять же, многие жители задают. Ну, допустим, мы понимаем, если речь идет о каких-то работающих людях, там вполне, ну, хотя для многих людей сумма, допустим, в те же самые 8 или 6 тысяч, она довольно внушительная. Ну, а старый человек, вот он честно оплатил, ну, к сожалению, не по той расчетке. У него небольшая пенсия, вполне возможно, для него это будет все-таки, ну, такой, ну, довольно серьезный груз, если оплачивать еще раз. Мы подумали об этой нагрузке, и поэтому я обратил внимание, что мы продлили срок оплаты не до 10 марта, а до 15 марта, когда у людей уже произойдет выплата аванса. Понимаете, да? Это переходный период, мы тоже анализируем, мы точно такие же жители города видны, и мы тоже так же платим эти жилищно-коммунальные услуги. Я честно скажу, я тоже, не дождавшись квитанцию, оплатил 4 тысячи рублей в феврале. И вот, получив квитанцию, я обращаю внимание, что мои, Александр Владимирович, это вам вопрос, платежи не учтены. Честно вам скажу, я свою квитанцию отправил Александру Владимировичу для разъяснений по WhatsApp, и он мне объяснил, Александр Евгеньевич, не волнуйтесь, ваши 4 тысячи будут учтены в марте. Поэтому, уважаемые жители, я точно так же, как и вы, вот произвел, так скажем, ранний платеж, не дождавшись квитанции. Но еще раз говорю, поздний выпуск единого платежного документа, он, ему вернее, предшествовал более чем двухмесячный период, о чем Александр Владимирович сказал, вот этого переводного биллинга из одной системы в другую. Мы провели бесчисленное количество встреч. Мы ответили порядка, наверное, нескольких сотен вопросов между управляющей компанией МОСОБРЦ. Провели встречи на уровне Министерства ЖКХ, Центрального офиса МОСОБРЦ. Конечно, коллеги, это очень сложный период. Мы его переживем и уверены, что в ЕПД за март будут учтены все ранее произведенные выплаты и показания индивидуальных приборов учета. То есть, по сути дела, здесь, скажем так, подведя итог, да, здесь как будто бы переплатил, но зато у тебя буквально через несколько дней получается, что ты как раз на эту сумму, у тебя платежка приходит меньше. Совершенно верно. Ну, раз мы заговорили о платежах, наверное, стоит нам упомянуть, какие именно способы оплаты есть. Потому что я здесь думаю тоже, что кто-то по старинке привык, ага, это значит ЖКХ, иду в ЖКХ, это значит ЕРС, иду тут только туда, больше никуда. На самом деле же вариантов, как я понимаю, много. На сегодняшний день оплатить, да, как уже и говорил, можно в личном кабинете, оплатить можно в любом, да, финансовом учреждении, банк, Сбербанк, МКБ, все финансовые учреждения, которые есть на территории городского округа, они принимают платежный этот документ, обслуживая также клиентов в клиентском офисе. Я вот буквально вчера, да, встретил клиента, который говорит, не могу оплатить в Сбербанке. Ну, я его посадил в свой автомобиль, говорю, ну, не может такого, говорит, давайте доедем. Доехали до Сбербанка, взяли талончик, житель спрашивает Сбербанка, а вы же, говорит, здесь не принимали платежку. Говорит, эти принимаю. То есть наши платежки Сбербанк, любой отделник Сбербанка обязана принять. У нас с платежными агентами Сбербанк, МКБ, со всеми есть договоры. Вот, ну да, надо, наверное, вот это тоже подчеркнуть, это немаловажно. Не только Сбербанк, любой банк. Да, любой банк, в том числе и Почта России. Вот, и как я понимаю, ведь многих людей отпугивает что? Вот, ну, как привыкли, да, например, если ты перечисляешь, образно говоря, деньги там в другой банк, там берут какой-то процентик. То есть здесь нужно тоже еще подчеркнуть, что абсолютно одинаковая сумма будет оплачена и в Сбербанке, и в любом другом банке Российской Федерации. То есть никаких дополнительных, как я понимаю, сумм браться с человека не будет. Дополнительным процентом, ну, наверное, в дальнейшем, да, так как этот законопроект на сегодняшний день вынесен в Государственную Думу, да, что за жилищно-коммунальные услуги не взимать процент жителей, да, то на сегодняшний день, да, финансовые учреждения вправе все-таки устанавливать сами свой процент. Да, то есть, опять же, человеку нужно просто узнать заранее, какая сумма будет. Но здесь обращаем внимание, что при платеже через личный кабинет никакие проценты не взимаются. Через личный кабинет. А еще есть возможность оплатить без процентов все-таки в наших клиентских офисах, там, где установлены терминалы. Там, да, у нас есть договоренность с банками, что без процентов принимают. Я бы хотел сразу еще добавить, вот, по поводу клиентских офисов. Мы глубоко проработали потребность жителей в дополнительных офисах, и мы в ближайшее время откроем два дополнительных офиса. Первый офис в городе Видное, на проспекте Ленинского комсомола в доме 23-3, это там, где размещается наша управляющая компания. И второй офис мы откроем в поселке Развилка, в доме 38, там, где располагается администрация сельского поселения Развилка. Поэтому жителям станет удобнее не ездить уже в город Видное или в центральный офис на школьную, а непосредственно в этих офисах произвести оплату. Я хотел бы, знаете, еще один вопрос затронуть по должникам, у которых сложилась, так скажем, при определенных обстоятельствах задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Кто будет выставлять квитанции, кому платить? Итак, за должность, которая сложилась у жителей до 1 февраля 2020 года, квитанция розового цвета будет продолжать выставлять наша муниципальная управляющая компания. Вот там как раз будет... То, что должны ей. Да, то, что должны ей. Это так называемый долговой документ. Долговой документ. Вот там как раз будет указан старый лицевой счет, который был открыт в личном кабинете управляющей компании. Деньги, которые получит, соответственно, наш МУП, он будет перечисляться ресурсникам, тем, кому МУП, соответственно, задолжал. Все долговые обязательства жителей после 1 февраля, они будут отражаться в 9 графе. Это то, что будет уже производить и отражать МОСОБЛЬЕРД, свои квитанции. Мне сейчас, пока мы отвечали как раз на один из вопросов, поступили вот несколько вопросов, которые звонят жители к нам в студию, соответственно, задают их. К сожалению, многие вот не указывают ни фамилии, никаких данных, но тем не менее я это озвучу. Вот здесь такой вопрос, может быть, мы как-то сможем. Счетчики воды ставила фирма Аквалайзер. Первый в марте, второй в... А, вот. И там написано, что проверка первая должна быть в марте, видимо, этого года, и вторая в 2022 году. А в квитанции написано, что в августе 2020. То есть, как же делать проверку, как указала фирма или как написано в квитанции? Я готов прокомментировать. В свое время, то есть, управляющая компания в своей расчетной системе не вела как раз вот это МПИ, о чем пишет житель. Да, соответственно, мы были вынуждены у себя в своей программе отобразить как раз 31.08 для того, чтобы выровнять. Потому что у многих жителей, у кого-то счетчик стоит там 12-го года, а вообще у счетчика, ну, имеется межпроверочный интервал. У холодного 6 лет, да, у горящего 4. Да, соответственно, мы были вынуждены отразить вот это все у себя до 31.08. Но скорректировать эти даты, да, мы готовы. То есть, жителю необходимо предоставить нам документы, и мы скорректируем на положенную дату. Еще вопрос. Честно сказать, я сразу скажу, не понимаю немножко, о чем можете говорить. Вы наверняка специалисты, вам говорят. В квитанциях за январь оплату за капремонт и за мусор сняли и перевели, как в оплату за электроэнергию. Перерасчет не делают, висит долгом, а мы все оплатили, видимо. Валентина Ивановна спрашивает. Ну, как бы прокомментировать, к сожалению, не могу. Это нужно разбираться, значит, нужен лицевой счет, да, это нужно смотреть уже непосредственно. То есть, вполне возможно, какая-то у нас техническая ошибка. Надо порекомендовать все-таки найти время, подойти в офис. Да, подойти в офис. Мы дадим полностью расшифровку тех начислений, которые были по капитальному ремонту и оплате услуг за вывоз ТКО. И, соответственно, проследим эту историю. Начислений и оплат. Но здесь вопросы, в принципе, вы знаете, они примерно такого же характера. В ЕПД не указана плата за вывоз мусора. Опять же, надо смотреть. Я могу тоже это пояснить. Есть, да, ряд домов, которые в связи с тем, что мы проделывали большую работу, да, истыковали лицевые счета наших ЕПД с лицевыми счетами управляющих компаний. Да, то есть, есть дома, которые мы на сегодняшний день не привязали. Но в марте мы эту работу доделаем, да, и, соответственно, у жителя появится все-таки один лицевой счет. А старый лицевой счет будет закрыт. Вся оплата, да, произведенная жителем по старому лицевому счету, даже который был у нас, да, она будет перенесена, история-то будет сохранена, да, соответственно, все будет отображено в едином платежном документе. Ну, вот это, наверное, Александр Владимирович, мне прям нужно просто вот вам передать. Я думаю, вот эту шифровку вы сможете как-то прочесть более корректно, нежели я. Горячая вода. Да, могу. Ранее, да, управляющая компания выставляла горячую воду, да, одной строкой, не разбивая ее на две строки, две составляющих, то есть энергия и носитель. Да, соответственно, в законодательстве прописано, что мы должны показывать, да, жителю двумя строками. Ну, в связи с этим в едином платежном документе появилось две строки. То есть, ну, у вас случится просто. Да, если этот тариф, да, сложить, то получим тариф тот же, который выставляла ранее управляющая компания. То есть, там что написано, какие две строчки появились? Горячая, ну, горячее водоснабжение энергии и горячее водоснабжение носитель. А, то есть, соответственно, две строчки, если сложить, получится, собственно, старый показатель. У меня сразу предложение, Александр Владимирович, давайте мы дадим дополнительную информацию жителям вот по подобным вопросам, потому что я уверен, что многие это восприняли как некую ошибочную строку. Поэтому, уважаемые жители, мы принимаем ваши вопросы как актуальные, и мы в ближайшее время дадим дополнительную информацию через официальные средства массовой информации. Ну, здесь вот, наверное, прямой вопрос, может быть, человеку тоже стоило. Полуэктова Ирина Григорьевна, вот, она полностью оставила все свои данные, кстати, спасибо, Ирина Григорьевна, номер ее лицевого счета, и, собственно, простая позиция, пришла квитанция, двоеточие, начислили 12 кубов холодной воды. Ну, то есть, видимо, это тоже надо ей подойти, или как-то, может быть, вы свяжетесь с ней, чтобы... Да, готовы связаться. Да. Да, я думаю, что это самое. Ну, то, что нужно будет поправить, да, если где-то показаний не было, соответственно, мы это все учтем, поправим, с Ириной Григорьевной свяжемся. Угу, вот, ну, и вот Лидия Михайловна, кстати, может быть, стоит на это обратить внимание. Очень мелко и нечетко напечатана квитанция ЕПД. Может быть, стоит поработать с типографией или что-то такое? Как вообще, вот, каким образом, скажем, происходит печать? Вот, кстати, интересно просто, это как-то делается заказ, это же, как я понимаю, довольно сложно. Это, во-первых, нужно собрать всю информацию, нужно все это свести. Ну, это достаточно сложный процесс, да, как бы, печатать. Печатает, конечно, крупная типография, потому что она печатает квитанцию не только на городской округ Ленинский, да, печатает типографию на всю Московскую область. Соответственно, сводится это все в биллинги и направляется в типографию. Типография уже печатает внешнюю сторону, потом внутреннюю сторону. Ясно. У нас, в принципе, осталось буквально считанные секунды до окончания эфира. Александр Георгиевич, наверное, вот стоит вам еще раз, вы так очень хорошо и внушительно всегда, так каждое слово взвешивая, говорите, наверное, обратиться к жителям с какими-то пожеланиями, чтобы они, ну, более внимательнее, что ли, относились и к документам, и к своим обязанностям, ну, и, конечно, к своим правам. Безусловно, уважаемые жители, уважаемые коллеги, уважаемые соратники, я бы так сказал, потому что я такой же житель Ленинского городского округа, города Видное, как и вы. Безусловно, это новое мероприятие, которое мы внедряем в свою жизнь. Оно сложное, оно требует терпения в плане того, что потребуется некоторое время, как мы уже объяснили, для того, чтобы полностью скорректировать все данные, которые мы из управляющей компании ЖКХ передаем в МОСОБЛ ЕИРЦ. Мы, безусловно, предусмотрели льготный период по сбору показаний индивидуальных приборов учета, чтобы привыкшее вами место сбора сохранять. Это ящики в подъездах там и так далее. Конечно же, ваши вопросы сегодня прозвучали актуальны, и мы будем еще расширять информационную политику. Но я вам хочу сказать, сегодня платежная дисциплина пока у жителей страдает. Более 400 миллионов – долго. Поэтому, для того, чтобы нам выйти из ситуации, когда ресурсоснабжающая организация, наше муниципальное предприятие, ПТО городского хозяйства, чувствовал себя уверенно, чтобы у Ленинского городского округа не было долгов перед ресурсоснабжающими организациями Московской области, мы все вместе должны очень тщательно отслеживать исполнение законодательства Российской Федерации и быть честными и порядочными плательщиками. Поэтому я вас приглашаю к этой работе. На все вопросы мы готовы отвечать в режиме онлайн. Приглашаю вас и ко мне в том числе, и в офисы, которые Москва открывает в Ленинском округе. Я уверен, мы справимся с этой задачей. Александр Евгеньевич, Александр Владимирович, спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях в прямом эфире был заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Александр Русков и Александр Гусаков, начальник управления Москобл-Еирц по Ленинскому округу. Для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова